В сельском доме ночью раздаётся стук в окно. Дрова нужны? Нет. Утром просыпаются, дров нет. Вася, ты женился на Ольге? Нет, она сказала, что я бедный. Ну, у тебя богатый дядя. Почему-то я об этом не сказал. Я сказал. И что? Теперь она моя тётя. Абрам, как поживаешь? Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью ем, вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок. Гламурная москвичка приезжает по гостей к бабушке. Бабуль, куда вас тут ночью сходить можно? В ведро. Женщина звонит диетологу. Доктор, мне кажется, у меня лишний вес. Почему вы так решили? Да вот купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них. И что же они вам сказали? Они сказали по одному, пожалуйста. Аня, у меня за спиной бутылка вискаря. Угадаешь, в какой руке? Разопьём. Не угадаешь? Разобьём. В левой. Думай, Аня, думай. Вчера для хохма через газету дал объявление, что в 17.00 на Преображенской будет сбор дебилов. И шо? Никто не пришёл? Как же? Площадь была забита. Да ты шо? Все пришли посмотреть, кто же придёт. Женщина жалуется своей подруге. Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете. И что же? В субботу он повесил на нём объявление. Туалет закрыт на ремонт. И ушёл в гараж. Мать читает дочки сказки. Было у отца три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. Мама, у них отец болел, что ли? С чего ты взяла? А что у него с каждым разом всё хуже и хуже получалось? Есть ли у тебя мечта? Есть. Какая? Хочу бросить пить. Так брось. А как потом жить без мечты? Привет. У меня жена близнецов родила. Вот это да, поздравляю. И на кого похожи друг на друга?